МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда сатанинское воинство расплодилось на небесах так, что терпеть было уже невмоготу, архангел Михаил не зверг его на землю. В течение 40 дней падали с неба воины богопротивного сатаны. Где кому пришлось упасть, тот там и обосновался. Леший нашел приют в лесу и стал там хозяином. Водяной взял под свой контроль реки, озера и болота. Полевому достались нивы. Кикиморы и домовые угодили в открытые печные трубы, поэтому и обосновались около печи. Так, согласно старинному преданию, появилась на земле нежить. Существа, имеющие человеческий облик, но без плоти и души. Практически ни одна народная сказка не обходится без этих персонажей. Но только ли в сказках они живут? Хоть нежить и бестелесна, многие и свидетельствуют. Она безо всяких стеснений вмешивается в нашу материальную жизнь. Нежити не существует, но иногда она появляется. Это может произойти где угодно. В глухом селе или в большом городе. На пикнике в лесу или на берегу водоема. Территория практически безгранична. А сама загадка из сферы наиболее невероятна. И чем невероятнее загадка, тем больше она порождает всевозможных домыслов и неосознанных страхов. Но есть одно место в России, где это происходит с завидным постоянством. Ближняя Подмосковья. Шел я однажды от друга к краю поля. Возвращался домой на последнюю электричку. И вот, чувствую, кто-то за мной следит. А там такой черный силуэт. Вы как половина сосны огромная. Все повыскакивали с топорами. Там у кого что-то, что было тяжелое, с фонариками. Осветили все, никого. И вдруг он прыгает мне на шею и как бы начинает душить меня. И помню, что там бабулька делала. Вроде что-то нашептала, растирала какие-то травы. Ну, в общем, смотрю, Леха задышала. По той тропе местные вообще туристов не водили, боялись чего-то. Малаховка, Быкова, Ильенко. Жители этих подмосковных дачных поселков приходят в ужасы замешательства, сталкиваясь с подобными явлениями. Наши далекие предки относились к разным странным звукам и видениям куда спокойнее. Они были ближе к природе. Ощущали ее разумную гармонию. Они верили в духов лесов, водоемов, полей, в духов домашнего очага. Давайте сразу определимся. Существует нечистая сила. То есть это вообще бесы. Это особая сложная тема. Так сказать, осенять крестным знамением, они лучше говорить. Есть стихийные духи. И, наконец, существует то, что по-русски очень точным обозначается словом нежить. То есть он одновременно живет и не живет. В доме нет никого из посторонних. Но вдруг что-то начинает скрипеть, стучать, шуршать. Ни с того ни с сего с обеденного стола падает чашка. А со стены срывается рамка с фотографией. При этом нет никаких колебаний стен. Пол не зыблем, а за окном прекрасная погода. Можно убедить себя, что всему виной собственная неуклюжесть, сквозняк или вездесущие мыши. Но есть и другое объяснение. Это домовой. Кто? Или более верно, что это? Как следует из имени домовой до у дома. Из всей нежити он один, кто по-доброму сживается с хозяевами жилища и становится ревностным хранителем их семейного очага. А иногда даже помогает везти в домашнее хозяйство. Правда, весьма своеобразно. Я делал электропроводку, делал в вечернее время и получилось так, что нужно было сделать на чердаке. Там темно, в полной темноте, с фонариком, с сжигалками как-то это делаю. И очень острое ощущение опасности, как будто на тебя кто-то смотрит. Очень страшно, жутко. Дальше пошли топот, такой, как детскими ножками. Фонариком в темный угол свечу, а там глаза на меня смотрят такие страшные. Темные, причем они такие желтого цвета. Вот таким образом, может быть, домовому было в новинку освещение на чердаке. Поэтому он дал себе такого знать. Может, он просто знакомился так со мной. Существует несколько версий о том, как домовой появляется в жилище. Одна гласит, в древности умерших людей хоронили под их же домами. Экстрасенсы и эзотерики считают, что духи таких предков по определению оберегают покой семьи и дом, в котором эта семья живет. Есть и другая гипотеза. Домовой – это прародитель фамилии, которого Бог за грехи назначил в услужение живым домочадцам. Домовым также может быть и не основатель рода, а один из старейшин, который покинул мир без покаяния. Видимо, поэтому домовой часто представляется людям в виде старика. На правах хранителя очага он может гневаться и даже наказывать нерадивых обитателей дома. Особенно, если хозяева обижают домового. В таком случае он сам начинает строить всяческие козни. Как правило, большинство проказ домового не наносят серьезного ущерба жилищу. Однако могут доставить домочадцам некоторое беспокойство. Наличие домового в квартире – это то, что лампочки вдруг ни с того ни с сего лопаются перед какими-то событиями. Либо кто-то приезжает неугодный домовому, либо домовой не хочет, чтобы что-то произошло. Христианская религия не отвергает уверенность людей в существовании домового. Хоть и приписала его к темным дьявольским силам. При этом православные священники призывают людей освещать свои дома и квартиры, чтобы прогнать всякую нечисть, и сурово порицают тех, кто заигрывает с демоном. Относится ли это к домовому? Скорее нет. Что нельзя сказать про другую нежить. Неподготовленный к общению с дикой природой человек в лесу чувствует себя неуютно. Многие вообще ощущают необъяснимую тревогу и животный страх. Сумрак даже в ясный день. Скрип вековых разлапистых елей, шорохи кустов. Вскрики невидимых существ, неожиданная потеря ориентации в пространстве и какое-то постоянное чувство чужого взгляда. Не зря говорят, лес живой. И он внимательно следит за непрошенным гостем. Вот вы бывали в лесу. И наверняка вы сталкивались со странным явлением, когда вдруг вы сбывались с дороги. И все время возвращались на одно и то же место. И совершенно непостижимо. Это бывает даже в знакомых местах. А уж незнакомых-то сплошь и рядом. Вот это называется леший водит. Из всей нежити леший самая загадочная нечистая сила. Как персонификация леса, он может принимать абсолютно разные связанные с ним образы. Представление о лешем синкретична. Это одновременно и многоликий дух, и животное, и растение, и человек. Но преобладает антропоморфный образ. Это может быть как гигант, так и обычный с виду человек. В лесопарковой зоне дачного поселка Ильинка местные грибники замечали некий субъект, напоминающий огромного снежного человека. А в Малаховке, наоборот, карлика. Часто леший предстает в виде родственника соседа-знакомого. Причем обман раскрывается лишь по возвращении домой, когда выясняется, что встреченный в лесу знакомец в это время был совершенно в другом месте. Распространено представление лешего, как старичка с длинными седыми растрепанными или зачесанными налево волосами и длинной седой бородой и зелеными глазами. Для человеческого образа лесного духа характерно стремление скрыть свое лицо, нежелание смотреть в глаза собеседнику. Те, кто неожиданно сталкивались с лешим, отмечали у него отсутствие бровей и ресниц, а иногда и ноздрей, или правого уха, или одного глаза, отсутствие тени. Но происходил ли контакт с лесным духом или нет, понять в состоянии стресса способен далеко не каждый. Мало ли кто или что маячит впереди в густых зарослях. При этом у лешего есть свои особые признаки. Леший функционирует не всегда. Леший функционирует только в определенное время года, более-менее теплое. И в общем вот засыпает он в октябре, сразу после покрова на четвертый день, 4 октября. Он ломает перед этим деревья, буйствует, опасно ходить в лес. Дерево может зашибить вас, если вы пойдете в это время. Он тут непредсказуем и бесконтролен. А просыпается он на Василия Парийского. По-новому это 25 апреля. На самом деле увидеть лешего почти невозможно. Если повезет, то заметишь только боковым зрением, или, как считали раньше деревенские жители, разглядишь его через ухо коня. Но чаще всего леший проявляет себя звуком. О его присутствии, например, говорит громкий хохот, которым он пугает встречного человека. Хозяин леса часто подражает голосам животных. От медвежьего рева до комариного писка. Леший может предстать в маске любого лесного существа. Леший охраняет природу. И если вы любите природу, если вы ничего там не ломаете, в общем, ведете себя прилично, леший вам не страшен. Леший не любит лихих и злых людей. Это, ну не знаю, это лесничий. Это лесник, который живет вот в лесу и охраняет природу. Охраняет свой лес. Это дух леса. Ведь лес тоже живой. Это живой организм леса. У него есть вот свой дух, который мы и называем лешим. Легендарный русский этнограф-билетрист и почетный академик Петербургской академии наук Сергей Васильевич Максимов в 1903 году издал свою знаменитую книгу «Нечистая, неведомая и крестная сила». Целая глава в ней посвящена нежити, обосновавшейся в водной среде. И в этой главе есть следующие строки. На всем пространстве Великой России приобрели худую славу небольшие, но глубокие озера. Темными ночами в одиночестве к таким водоемам никто не решается подходить. Многим чудится тут и громкое хлопанье, и сдавленный хохот, и вообще признаки пребывания неведомых живых существ. Вода для человека чуждая стихия, а потому и самая опасная. Неудивительно, что духи воды, они же водяные, считаются наиболее враждебными людям. В старину человек, входящий в реку или озеро, неизменно крестился. Лишь так можно было уберечься от нечистой силы, обитавшей в воде. Считается, что водяные – это падшие ангелы, которые ждут, когда в их владение заплывет непокаившийся грешник, чтобы утащить его к себе под воду. Несколько лет назад специализированная археологическая группа исследователей, среди которых находилась и парапсихолог Марина Сугробова, отправилась на Селегер. Цель экспедиции – найти сокровища хана Батыя, которые, согласно древней легенде, были затоплены в одном из плесов знаменитого озера. Во время погружений аквалангисты действительно обнаружили признаки большого скопления металла на дне. Но чтобы поднять клад, требовалась особая техника. Экспедицию отложили на год. Когда мы уехали, приехали другие аквалангисты и решили тоже нырнуть. Но они решили просто украсть. Мы это хотели для истории, для людей, но не для себя. Мы не хотели заработать. Опустился аквалангист на дно. Туда, куда опускались мы множество раз. Ну, вернее, не я лично, а мои друзья. И вдруг он резко вынырнул. Закричал и умер от разрыва сердца. Эта база быстро свернулась и уехала в Москву. Водяной не дал. Не допустил. Потому что это были злые и корыстные люди, которые хотели своровать. Согласно статистике, в российских водоемах ежегодно гибнут в среднем 20 тысяч человек. Большинство от безрассудства, неумения плавать, а также по причине сильного алкогольного опьянения. Но есть случаи, которые никакому объяснению не поддаются. Отличные пловцы, опытные рыбаки, которые с водной стихией на «ты» бывают тонут в совершенно безобидных местах. В небольших спокойных водоемах на мелководье. Водяной может действительно утащить людей под воду, но только до определенного времени года. То есть после купалы купаться можно, до купала в воду залезать нельзя. Водяной там полностью властвует, и он в качестве наказания вас у себя оставит. По старинному поверью, утопленники сами могут превращаться в духов воды. И самая известная из них русалка. Она же мавка, навка, мертвушка. Представляется в образе прекрасной девушки с распущенными волосами и венком на голове. Иногда предстает в образе полудевы, полурыбы. Появлялись русалки из душ людей, которые свели счеты со своей жизнью, либо люди, которые нашли останки этих людей, никто не был свидетелями их смерти. Их тоже приравнивали к русалкам. Причем мужчины и женщины, они все назывались русалки, русалки. Русалки, несмотря на их привлекательный вид, всегда считались существами опасными. Как правило, при жизни у них была неразделенная любовь. И в своем русалочем обличии они могут мстить мужчинам за прошлые обиды. Бывает и наоборот. Инстинкт любви в русалке лишь усиливается. Но и в этом случае ее любовь приносит живому человеку лишь несчастье. Если это девушка, которая утопилась, она может не желать вам зла, она может даже любить вас, но соприкосновение с ней для вас неблагоприятное, она даже смертельно. Вот это вот щекотание русалки, это реальная вещь, она может защекотать, и это ее эротизм, это ее оргазм. Подхожу к реке, а реки не вижу. Стоит белый туман, вот стена тумана, я никогда такого не видел, первый раз в жизни я видел, вот стоит стена тумана, белое-белое, как молоко. Ну, я знаю, здесь река, здесь лава, даже слышу, там она чуть-чуть журчит, перекат. Вхожу в туман, я обомлел, вижу очертания женщины по пояс, вижу вот волосы, вот у нее волосы, она по пояс в воде, и вот такая, и вдруг она начинает со мной говорить, причем это даже не язык, это вот какие-то звуки, но я понимаю, что он говорит. Она говорит, иди, милый, иди ко мне, иди ко мне, у меня хорошо, иди ко мне. Я обомлел, мало того, что обомлел, снял ботинки, снял носки, и уже готов был туда пойти, вода теплая, теплая, как парное молоко. Я помню, что говорили, что там несколько человек утонуло, что это омут, все-таки, как какое-то чувство страха, и в то же время чувство счастья какого. Я не знаю, сколько я там находился, какое-то колдовство, но я ее реально видел. Самый распространенный образ русалки это дева с рыбьим хвостом вместо ног. Подобное представление является традиционным в основном для северных народностей европейской части России, а также в центральной и западной Европе. Поэтому у большинства укоренилась именно такая внешность этой нежити, получеловек, полурыба. У нас в Угольческом районе существует легенда о русальном камне и русалке. Есть такое место, где один большой валун всегда виден из реки Корожечная. И считается, что если прийти туда в полнолуние, то можно увидеть русалку, которая выныривает ровно в полночь из воды, забирается на камень, расчесывает волосы. Нужно тихо подобраться, может быть, даже заранее и ждать в камышах, пока она не вынырнет. Сидеть очень тихо, чтобы она не видела. Когда она отвернется, будет волосы расчесывать, тихо вопрос задать, и она ответит. Отдельно стоит отметить, в древних славянских поверьях далеко не все русалки полурыбы. Все зависит от того, где и как человек закончил свой земной путь. Например, у Пушкина та русалка, что на ветвях сидит, вовсе не связана с водой. Но иллюстраторы не вникают в такие тонкости и изображают привычную для себя деву с рыбьим хвостом. Непонятно, каким образом забравшуюся на дерево. На самом деле пушкинская русалка должна быть вполне человеческого вида. По преданию, она, появляясь из мира мертвых, и из воды вылезала, из деревьев спускалась, из-под земли из могил выходила, и с неба слетала. Контакт с такой неведомой нежитью может гораздо сильнее напугать человека, чем встреча со знакомым образом. В жизни человека очень много такого, в чем он себе не признается. Человек боится того, что с одной стороны ему слишком хорошо известно, а с другой стороны, что ему непонятно. А это до конца понятно быть не может. Те, кто изучает такое явление, как нежить, утверждают, что количество загадочных духов бесчислено. Они не только обитают в наших жилищах, лесах и полях, но и в параллельных мирах. При этом вовсе не обязательно, что каждая встреча с нежитью несет человеку неприятности. Чаще бывает наоборот. У каждого существа есть своя вотчина. Полевик, леший, водяной, хлебник, хлебник, авинник, панник, гуменник. То есть много их разновидностей. Но каждый определяет правила поведения вот в конкретной местности. Полевик следит, чтобы дети, малые, не попали в поле. Марьева в полдень поднимается душно, дышать нечем, а влажность большая от поля. И может приключиться тепловой удар. А если рядом помощи не окажется, то и может до смертельного случая довести. За этим как раз следит полевик. Можно задаться вопросом. Если Земля так плотно населена нежитью, то люди должны сталкиваться с ней на каждом шагу. Однако это далеко не так. С духами общаются лишь считанные единицы. Так предполагают исследователи. Но если вдруг человек начинает видеть, слышать или как-то иначе воспринимать нежить, это является верным знаком того, что у него не все ладится в жизни. Он находится в конфликте с окружающим миром или с самим собой. Приехали ко мне друзья и банька, как обычно, всегда была банька, затопили баньку. И я с ребятами попарился, у меня такая привычка, я всегда в банке остывающей, на верхней полке отдохнуть лег. Устал за день. Ну и прилег и все. И уснул. Кто-то вдруг выключил свет. А там полная темнота. Я просыпаюсь от какого-то странного звука, вообще нереального звука. какой-то скрежет и какой-то звук идет такой неземной какой-то. Что-то такое происходит. Я от этого звука поднимаюсь и головой бьюсь в потолок. Полная темнота, ничего не вижу. И мне становится жутко, потому что я понимаю, что я умер, и меня ребята похоронили. Скатываюсь вниз, как не упал, не знаю. Головой выбиваю эту дверь, подползаю, точно зная, что воды не было, ничего. И вдруг стоит ведро воды. Холодное, ледяное. Так только что принесли. Полведра выпил и как Каще Бедсмертный выжил. И только потом пришел в себя, утром спрашиваю, ребята, кто в бане выключил свет? Ну, как меня, никто. Ну, то есть все нормально. То есть кто это сделал, мне непонятно. Но то, что в бане кто-то вообще там живет, у меня сомнений никаких нет. Потому что люди, которые спят на бане, у них совершенно чудовищный сорт. К подобным историям можно относиться с изрядной долей скептицизма, объявив их суеверием. Можно обозвать сказкой и бредовым вымыслом. А если попробовать взглянуть на наш мир иными глазами? Жители мегаполисов, а их на планете становится все больше и больше, прячутся стенами, стоящими на мертвой заасфальтированной земле. Мы думаем, города – наше убежище. Но они давно превратились для нас в ловушку. Мы считаем, что древние представления устарели, и что новые представления правильнее. А в этой области никакого прогресса нет. Я должен напрямо сказать, что древний человек знал много такого, о чем мы и представления не имеем. Если человечество хочет выжить, ему придется вернуться в природу. И опять осваивать терра инкогнито, где притаились загадочные природные духи. Они никуда не исчезали, потому что просто не могли исчезнуть, ибо они не жить. терра инкогнито, но не жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok